А когда начали, если помнишь, первые четыре передачи, чем они отличались? Ничем, обычная передача. Ну, чума была там, лошадь, живущая в подъезде. В каждой передаче было по одному сюжету чумой, такой необычной. Ну, кстати, и в «Адресах молодых» тоже ведь проскакивали такие странные сюжетки. Мезенцев тогда делал, я помню, странные такие. Ну, хорошо, а почему там появилось вдруг интервью с Волкогоновым про Сталина? Вдруг? С чего это вдруг? Это все тот же период. Это где-то через месяц, через два. Да, это время было. Просто мы попали, ну, вспомни, ноябрь 87-го года. Мы попали, ну, вот, как говорится, в самое начало, на старте. Старт. И мы побежали, как все побежали. Просто мы оказались более шустры. Мне кажется, уже был финиш. Сейчас прочитал мемуары Черняева, помощника Горбачева. Он очень скрупулезно записывал заседание политбюро все. И выяснилось, что вот эта знаменитая статья Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами», которые... Когда нас первый раз закрыли, да? У нас она тогда была где-то уже... Февраль 88-го. Да, это полгода мы уже работали, да. И когда нас первый раз убрали, и когда редакция за нас начала бороться, вот, когда мы там сидели с телефонами, значит, как сопричастность, и там нам... Или какие-то там телемосты молодежные, что-то на другом канале. Я почитал, я понял, что... Ну, по его, по крайней мере, воспоминаниям, что это вообще был серьезнейший кризис в политбюро. Когда Горбачев впервые понял, что его ближайший, его соратник, которого он привел, Егор Лягачев, он его, как бы, уже там начинает против него... Ты понимаешь, в чем дело? Я, ну, тоже самое, я прочитал очень внимательно Черняева, все, что можно было. И даже его, Господи, все равно мы все правда не знаем. Ну, это бы, конечно. И думаю, никогда не узнаем. У меня были разговоры с Александром Николаевичем, никогда не узнаем. Думаю, что даже долгие-долгие годы, если мы сейчас радуемся, что вчера открылись воспоминания наших начальников о событиях июня 41-го года, ну, значит, пройдет еще лет 80, и мы узнаем, что было. Было ясно, что наверху, да и уже вниз спускалось. Так дальше жить нельзя. Не потому, что там голодух и все, голодух чуть-чуть попозже пошла. Но всем осточертело, по-моему, мне так кажется, вот это состояние без... без времени, без идейности, вранья всеобщего и полной безнадюги. Нам врали о квартирах каждому, о коммунизме наступившем, о том, что мы впереди планеты всей. А жизнь раскрывалась так, что люди в силу международных связей, взаимоотношений международных, международной торговли, туризма, люди стали узнавать, что что-то не то. Субтитры создавал DimaTorzok